МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костенникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Православные Севастополя отметили Пасху в Херсонесе Таврическом. Конференция, посвященная судьбе артефактов и археологических памятников Севастополя и Крыма в годы войны, прошла в Херсонесе. Подошел к концу учебный год в школе на 35-й береговой батарее. 102 ученика получили свидетельство об окончании курса внуки-героев. Конец Великого Поста ознаменовал приход Пасхи. В этот раз светлый праздник православные всего мира отметили 5 мая. В воскресенье сотни севастопольцев собрались на массовых гуляниях в музей-заповеднике Херсонес-Таврический. Здесь прошло утреннее богослужение, а после гостей ждал фестиваль с мастер-классами и концертами. Христос воскресе из мертвых, смертью смертно вправ, и сущим от рабежим он дарова. В воскресенье Христово милевше отлонимся святому Господу Иисусу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Что на фразу «Христос воскресе» отвечают обычно? Воистине воскресе. Эти две сакральные для Пасхи фразы передают главную идею праздника. Смысл в том, что Господь спас нас, смерть попрал и жизнь даровал. Сюда, в Херсонес-Таврический, отметить воскрешение Христово пришли сотни людей. Праздник светлой Пасхи еще со времен Древней Руси славился своей общенародностью. Какие сейчас эмоции, ощущения, еще и погода так сильно радует. Праздничная. Праздничная. Радостно, благостно. Вообще здорово. Радость, конечно же, такое спокойствие, как бы возрождение, новая жизнь. Прекрасная, прекрасная. Даже несмотря на то, что пришлось долго ждать, мы не знали, что будет вот такой перерыв большой в этом году. Все равно очень большие положительные эмоции. Как и полагается, православные несли яйца и куличи, чтобы священнослужитель с молитвой на устах окропил пасхальные угощения святой водой. И сквозь воскресенье из ветвых смертью смерть управ, И сущим во грабе живо дарова. По-моему, вообще общий, людской, да, всенародный праздник. И как вот обычно вы его отмечаете? А вот у нас традиция. Мы уже много лет ездим сюда светить куличи и яйца, а потом едем в гости, разговляемся, а потом уже по родным разносим дары. Ну, это традиция такая семейная, это семейный праздник, как религия, что ли. Это для души вообще. А я с самого детства ходила с мамой, с бабушкой светить кулички. Мы и сами их готовим. Третий год подряд на территории музея-заповедника в светлый праздник проходит семейный фестиваль с мастер-классами. В светлое Христово Воскресенье происходит пасхальное арт-алле. Это семейный большой праздник, в который входят бесплатные мастер-классы по изготовлению текстильной кукли, гончарному кругу, мозаики из стекла. Сегодня будут представлены новые две площадки. Это музыка акварели на Северном берегу и на Античном театре будет играть огромный оркестр. Это эстрадно-духовой оркестр от Центра народного творчества. На мастер-классе по гончарному делу многие из ребят впервые попробовали себя в этом непростом деле. Локти устанавливаем на колени. Это такая поза гончара. И теперь делаем из рук вот такой замочек, глинку захватываем и небольшими движениями подтягиваем глинку к себе, так, чтобы она перестала биться на круге. Не торопись. За соседним столом юные гости фестиваля практиковались в украшении мозаикой. Я украшаю яйцо всякими стеклянными изделиями и пытаюсь сделать намного красивее и интереснее. Расскажи, как получается, нет, что за узор выбрала. Почему именно эти цвета? Именно эти цвета, ну, они яркие, выделяются и, ну, мне нравится прям. Православные любят праздник Воскресения Христова в том числе за традиции, которые собирают членов семьи за общим делом. Мы бьемся яйцами и Пасху еще едим и на дачу ездим. На Пасху красят яйца, бегут куличи. Тебе нравятся куличи, яйца мою наукрасить? Да. Расскажи, может, немножко, как вы дома это делали? Мы подкрашивали воду и красили яйца. А изюм в Пасхе любишь? Да. Традиционное ночное богослужение, предшествующее приходу Пасхи, в этот раз на территории Херсонеса Таврического прошло в храме семи святомучеников херсонесских. Антон Шачков, Юрий Риутин, Севинформбюро. Херсонес Таврический провел конференцию, приуроченную к 80-летию освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Исследователи из разных регионов нашей страны обсудили, как сложилась судьба музеев и экспонатов в годы войны. Встреча завершилась открытием выставки, повествующей о Херсонесском музее во время обороны и оккупации города. Первая мина упала во дворе Херсонесского музея 25 июня 1941-го. Сотрудники понимали, что нельзя медлить, нужно спасать артефакты древнего города. И они, как и работники других музеев Севастополя, совершили настоящий подвиг. Сохранили историческое и культурное наследие, не дав врагу уничтожить ценные экспонаты. С территории Херсонеса спасли более 11 тысяч музейных предметов, найденных в ходе многолетних раскопок. Вывозились не только некрупные предметы, бусы, браслеты, спасали мраморы, спасали архитектурные детали, спасали мраморную скульптуру. И именно благодаря усилиям сотрудников мы сегодня с вами в залах можем видеть херсонесскую присягу, договор с Варнаком, и многие другие предметы, которые побывали в эвакуации. Сопровождал в эвакуацию предметы единственный человек Станислав Францевич Строжилецкий. Человек уникальный и именно его способности позволили в течение 105 дней сохранить музейные предметы. Не все предметы было возможно эвакуировать, но спасали и те, которые остались на территории музея. Так археолог Александр Кузьмич Тахтай смог, находясь в оккупации, предотвратить расхищение фашистами многих находок, которые открыл древний херсонес. Он смог спасти знаменитую плиту с грифоном, которую знает каждый посетитель херсонеса, так как видит ее, входя в античный зал. Можно сказать, что благодаря усилиям сотрудников херсонесского заповедника мы имеем ту значимую коллекцию, которую располагаем сегодня. О сотрудниках музеев Севастополя и Крыма и важной работе, проделанной ими в тяжелые годы войны, говорили на конференции хроники освобожденных городов в Херсонесе Таврическом. Открыл встречу доклад о событиях 9 мая 1944 года. Это уникальное исследование, которое было проведено старшим научным сотрудником нашего музея Валентином Дорошко, который восстановил хронику всего дня по часовую хронику 9 мая 1944 года как освобождали Севастополь и конкретно херсонесскую землю. В ходе заседания круглого стола, приуроченного к 80-летней годовщине освобождения Севастополя и Крыма, представили более десятка научных работ, посвященных археологии, сохранению исторических памятников и музейных экспозиций в годы Великой Отечественной войны. Это как сотрудники Херсонесского музея-заповедника, так и других учреждений Севастополя, Крыма и других городов России. К примеру, будут сотрудники, научные сотрудники из Музея героической обороны и освобождения Севастополя, из Центральной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого, будут представители Института археологии Крыма из города Симферополя, а также представители учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, города Уфы. Узнать о том, как спасали ценные артефакты Херсонеса, смогут и посетители музея-заповедника. В завершении конференции там открылась выставка «Высеченные в камне имена». Она продолжит работу до 28 июля. Посетить ее можно будет со вторника по воскресенье. Валерия Солдатенкова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Фронтовая бригада в гостях в Севастополе. Артисты Центрального академического театра Российской армии, поддерживающие своими выступлениями бойцов СВО, приехали в мастерскую скульптора Станислава Чижа. Культурный десант побывал в гостях у дочерей севастопольского мастера и рассказал о том, каковы наши российские бойцы. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Уже в 1941 году актеры театра Советской армии выезжали к защитникам Родины, чтобы поддержать их и укрепить моральный дух. Сегодня эта добрая традиция продолжается, а бригада регулярно выезжает на передовую, чтобы порадовать наших бойцов. Вечером 3 мая артисты вернулись с очередного концерта в воинских частях Крыма и рассказали, какую реакцию обычно наблюдают в зале. В начале концерта каждый раз одно и то же. И мы понимаем, что ну да, сейчас нам что-то споют, мы может быть поспим. Но буквально через 5 минут эти глаза загораются и дальше с каждым номером они горят все ярче и ярче, они включаются в нас. Формат выступления творческая встреча, во время которой артисты не просто показывают номера, но общаются с бойцами, зовут танцевать и даже вместе исполняют любимые песни. Все это дает участникам фронтовой бригады лучше узнать бойцов, увидеть, насколько в них сильны традиции советских защитников Родины. Самое главное, что отличает наших бойцов и вообще наших людей, наших соотечественников, у нас на первом месте обязанности, а потом уже права, в отличие от западных военнослужащих, граждан и так далее. Поэтому прежде всего это, конечно, верность своему долгу, верность присяге, верность отечеству, любовь к ней безграничная. В репертуаре фронтовой бригады песни военных лет, композиции из любимых фильмов, народные мелодии. Здесь есть место не только патриотизму, но и задору, и лирике. Ведь задача артистов, с одной стороны, дать бойцам ощущение крепкого тыла, поддержать, показать, что в наших воинов верит вся страна. А с другой, дать участникам СВО культурную передышку, во время которой они могут хоть ненадолго отдохнуть от своей сложной и опасной службы. Я представляю замечательного героя поэмы Александра Твардовского Василия Теркина. И, собственно, непосредственно в этом образе, когда я выхожу, я получаю столько аплодисментов, я понимаю, что не я получаю, а тот герой, в образе которого я выхожу, потому что это тот легендарный русский солдат, который перешел, прошел и победил Великую Отечественную войну, и он воссоединяется вместе с ними и говорит, ребят, мы обязательно победим. Не обходится и без подарков. Специально для бойцов артисты создали шевроны, которые с удовольствием дарят своим зрителям в форме. Часто выезжаем в поездки и приняли решение, что нужно оставить какую-то еще частичку о себе. Пришла в голову идея сделать шевроны именные театра на службе Отечества. И каждым активным бойцам мы после выступления их презентуем. Севастополь и Крым занимают особое место в сердце многих участников фронтовой бригады. Именно поэтому, оказавшись в нашем городе, артисты не могли не заглянуть в мастерскую скульптора Станислава Чижа, который делал все для того, чтобы Севастополь был красивым и величественным. Некоторые актеры даже были знакомы с великим мастером. Вот это небольшое знакомство, которое мне подарило «Судьба», оно навсегда проникло. Я возле каждого памятника проезжаю, говорю, это его работа, вот здесь прикасалась его рука. И я считаю, что эта мастерская, вот то, откуда рождалась, практически история Севастополя. Потому что история города вся в его памятниках, в его бюстах, в его барельефах. Вся. Если посмотреть все, да, с чего он начинал, и ведь последний памятник был Екатерине Второй, которая основала этот город. И в этом тоже есть какое-то определенное знамение. «Севастополь» «Севастополь» Екатерина Костенникова, Денис Александрович, Севинформбюро. Батарейная школа в восьмой раз выпустила учеников, прошедших курс «Внуки героев». Более ста ребят из разных школ нашего города два года посещали историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», чтобы больше узнать об истории Севастополя и подвиге его защитников. Торжественная линейка традиционно состоялась в преддверии Дня Победы. Чтобы стать истинными батарейками и батарейцами, ребята ежемесячно приходили на занятия к своим наставникам и ждали школьников не обычные уроки и лекции, а увлекательные встречи и рассказы о подвиге нашего города. Так здесь, на 35-й береговой батарее, воспитывают настоящих севастопольцев, внуков, героев. Некоторые из ребят, впервые посетив историко-мемориальный комплекс, знали о Севастополе совсем немного. Но теперь история нашего города навсегда в их сердцах. Изначально я приходила на батарейную школу и почти ничего не знала о Севастополе в годы Великой Отечественной войны. Но с каждым занятием мои знания все больше и больше пополнялись. Мне становилось все интереснее и интереснее. Больше всего у нас занятие, которое у нас проходило с оружием в нашем классе, у нас второй кабинет. Нам рассказывали о разных оружиях и как они устроены. Даже давали много поддержать. Мы выстрелили даже в небо. Там рассказывали такие моменты Великой Отечественной войны, которые, ну, не всегда можно найти в интернете. Не все учителя могут это рассказать. И нам показывали наглядно какие-то... Вот Андрей Иванович Могила нам еще показывал оружие, настоящее, трофейное оружие, которое были... И румынские каски там были, и наши русские винтовки Мосина показывали медали за оборону Севастополя. В этом году батарейная школа выпустила своих учеников восьмой раз. Ребятам вручили свидетельства об окончании курса. Теперь гордость за любимый город пронесут по жизни еще 102 севастопольца. В этом наставники не сомневаются. Ведь ребятам стала близка история родного города. И они знают, какой ценой ему и всей нашей стране досталась победа над фашизмом в далеком 45-м. Два года посещать занятия в музее. Это, наверное, непросто. Здесь действительно остаются те, которые чувствуют себя севастопольцами, те, которые становятся именно здесь севастопольцами, те, которые потом это гордое звание севастополец пронесут с собой через всю свою жизнь и передадут это своим детям. Не забывают о днях, проведенных в батарейной школе выпускники прошлых лет. Они с любовью и трепетом говорят о родине Севастополе и 35-й береговой батарее. Приходить сюда на протяжении семи лет раз в месяц, раз в полгода, раз в три месяца вырабатывают еще больше патриотизма. Ты смотришь на этих выпускников новых школ батарейных и понимаешь, что вот оно поколение патриотизма, вот оно поколение будущего, которое будет все-таки развивать то, чтобы было мирное небо. Не обязательно быть солдатом. Важно быть умнее, важно быть мудрее. И вот этот, наверное, потенциал Севастополя, его гордость, его надо сохранить. Вот именно действительно я так все время к этому и стремлюсь. Два года обучения в батарейной школе завершились для юных севастопольцев торжественной линейкой в казематах 35-й береговой батареи. В новом учебном году сюда за знаниями об истории нашего города придут новые ученики. Валерия Сладотенкова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Управляющая компания Центр найдет нового подрядчика для уборки дворов. Об этом сообщили уволенным из подрядной организации Клинтайм сотрудникам во время встречи с руководством УК. Дворники, оставшиеся без работы с 1 мая, хотели выяснить, на каком основании получили уведомление о прекращении договоров. Нам они объяснили так, что подрядчик только предупредил их о прерывании, но еще не разорвал с ними договор, он разорвал договор с нами, с дворниками. Нам одно только сказали, что в течение этой недели они попытаются найти подрядчика и тогда весь коллектив соберут вновь 13-го числа. Вот ждем 13-е число теперь, а в это время все простаивает, дворы простаивают. Опять неделю без работы. Еще вторую неделю. Теперь управляющей компанией предстоит расторгнуть договор с фирмой Клинтайм и найти нового подрядчика. Это планируют сделать к следующему понедельнику. А пока люди остаются без работы, а часть дворов Ленинского района без уборки. Мы в тяжелом сложном положении. Еще неделя простая для людей. Предполагается лично у меня такой страх, что может быть они кого-то и другого примут на работу, хотя его словами сказано устами сказано, что нас примут. Только найдут подрядную организацию. Комментировать сложившуюся ситуацию в управляющей компании «Центр» отказались. Объяснить произошедшее нам пообещали лишь после того, как найдут решение проблемы. В домашнем матче в Касевастополе против «Дружбы» из «Майкопа» зафиксирована нулевая ничья. Команды встречались в субботу, 4 мая. Игра не изобиловала моментами. Соперники действовали осторожно. Небольшим преимуществом на правах хозяев владели севастопольцы. Самые явные шансы забить были у нашей команды после перерыва. Оба момента возникли после удара головой Александра Аболенцева. В первом случае мяч попал в перекладину, во втором гостей спас вратарь. В итоге 0-0. Кстати, с аналогичным счетом завершилась встреча этих же соперников в Севастополе прошлой осенью. А вообще ворота дружбы наша команда не может распечатать уже на протяжении трех игр. У нас в каждой игру есть моменты, но только почему-то мы не можем забить этот долгожданный гол дома. Мое мнение, что мы сегодня потеряли два очка, нежели взяли одно. В первом тайме если у меня были претензии к тому, что мы контролировали мяч, но без продвижения вперед. Несколько эпизодов там было, где мы могли что-то создать, то во втором тайме, когда в перерыве мы внесли коррективы, мы начали играть агрессивнее впереди, и в принципе нужно было просто реализовать. Но, к сожалению, не получилось, но в целом у нас неплохая игра была по второму тайму именно в плане агрессии. Но в этом компоненте нам еще нужно добавлять и работать, работать, работать. Следующий матч в Лион второй лиге Б наша команда проведет на выезде. 11 мая севастопольские футболисты встретятся в Назране с клубом Ангушт. Также в субботу 4 мая в рамках объединенного чемпионата Содружества состоялась севастопольская дерби. Молодежка главной городской команды встречалась с флотским коллективом Черноморцем. Эту встречу приурочили к приближающейся 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Течение самой игры предопределило раннее удаление. Уже на 18-й минуте Севастополь-2 остался в меньшинстве. Численное преимущество Черноморец воплотил в гол в конце первого тайма. Во второй раз флотская команда отличилась к исходу часа игрового времени. Стоит отдать должное молодежке Севастополя, они сумели отквитать один мяч под занавес встречи, но на большее их не хватило. 2-1 Черноморец продолжает идти в чемпионате Содружества без потерь. Немножко игра внесла свои коррективы, удаление, можно сказать, на первых минутах всю игру в меньшинстве. Но самое главное для нашей команды это то, что у нас есть характер, мы после удаления, мне кажется, даже играть стали лучше. Ну, все, я хотел бы поблагодарить своих парней, команду мою, которая билась до конца, мы даже сумели забить гол в меньшинстве. Спасибо им. Ну, по команде соперника скажу, что они тоже молодцы, потому что, зная их тяжелую ситуацию, они там были в частях, то в нарядах и вышли на игру и достойно показали свой боевой дух. Очень здорово, что появилось в городе для первой команды такая Севастополь-2, что молодым есть куда расти, есть куда стремиться, доказывать и даже если они проигрывать будут, главное, чтобы они выходили и до конца боролись и показывали себя, а там их заметят и они будут в первой команде. Севастополь-2 молодая команда, хотелось бы отметить, что здорово, что она есть, потому что это толчок молодым футболистам и перспектива для того, чтобы попасть в первую команду, поэтому мы ожидали, что с их стороны будет настрой, так, в принципе, оно и получилось. В принципе, по игре владели территориальным преимуществом, создали достаточное количество голевых моментов, в концовке немножко была нервозность, пропустили гол, но опять же, закончить 2-0 в таком дерби, наверное, было бы неправильно, поэтому интрига сохранялась до последней минуты, я думаю, что эта игра понравилась болельщикам. Следующие матчи турнира обе севастопольские команды проведут 7 мая в Евпатурии. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 7 мая в городе будет малооблачно. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 10 детей. 3 мальчика и 7 девочек. И на сегодня это все. Телефон редакции 59-2060, а также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы, как всегда, можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова